прошлый раз у дороги я здесь посадил сосну вчера вот рядышком посадил спирею или не спирею не знаю у меня в городе во дворе в бетонном кольце растет такой куст с белыми цветами я его летом черенковал зелеными черенками и вот сейчас высадим дальше посадил яблоню купил в магазине урожай если интересно за 330 рублей сорт солнышко ну как же мне без солнышка я из-за названия собственно и купил вот у нас и солнышко как раз светит яблоня вроде позднее позднее осеннее ну посмотрим как она приживаться и дальше еще одна спирея тоже во дворе тоже черенковал только она и другая как рябинник сюда его называть рябина листная или просто рябинник ворона каркать ой три штуки их летит но это вот поле пойдемте сходим посмотрим что там у нас возле плетня как вы помните у меня слива маньчжурская красавица плетень для нее и был построен чтобы ее от ветра защищать дальше у нас идет слива луча вернее марочка наша мара ну не верхушка вот она подсохшая не знаю надо будет по весне может быть подрезать посмотрим и дальше у нас еще одна слива содружества вот тоже такая высокая довольно пойдемте пройдем тут яблони но я бы не дикие вот одна и вот вторая я из леса здесь пересадил их кстати вот яблочки сырая скушал просто изумительные на вкус несколько штучек и бы они такие подмороженные киснево сладкие воде с любви 2 яблока или 3 просто невероятно вкусный так и здесь у нас рядышком груша круша не помню как называется вот и надо кошек рядом с ней вбил но тут вот еще одна груша она как-то непонятно и еще где-то две должно быть знаю буду искать уже весной так и пойдем еще в ходе сходим туда на голубичный ряд ближе к лесу который ну это вчера я посадил различные семена это я уже вам показывал вот летом я не мог найти а вчера нашел тут свои посадки голубичные прочее смотрите тут я сейчас не помню надо смотреть по списку вот что-то выросла скорее всего это какая-то голубика какой-то сорт я честно говоря голубику сортовую не выращивал не знаю даже как она выглядит но дикого убика вроде не такая вот еще один кустик по-моему это я садил из интернет магазина сады россии челябинский но тут дальше еще должны были быть какие-то посадки и сейчас вот их не видно из серединке что-то что-то другое а здесь еще должно было быть два куста голубики но пока я не вижу ой а вот смотрите вот какой-то листочек растет другой совсем давить это же дерево какой-то интересно ну и вот там еще одна грядка одна посадка это здесь вообще ничего не мог найти это я садил тут тоже голубику что-то еще из интернет-магазина сады урала и просто из магазина сады россии ну может внимательно если поискать я надеюсь что тут зайдет тут тоже должно быть по моему 5 кустов каких-то лет они вообще сюда не ходил тут все заросло опять же на следующий год постараюсь не запускать и не запускай сорняками с травой посмотрю может чуть зайти ну вот не вижу я тут здесь должна быть это голубика мне кажется вчера с романом когда шли в живу по дороге возле драгунова подкопнули немножко облепихи дик дикой он посадил себя на участке я вот один кустик не знаю разливается посадил здесь у себя возле болота я уже раньше тут где-то два кустика садил сейчас пока не могу найти ну и вот еще один третий вот здесь у меня еще осина растет пересадил ее от качели тогда она большая как ориентир это моя родовая поляна погода прекрасная сегодня утром выпал иней красота сегодня с утра в лесочке посадил кедрики 70 штук вот здесь если видно по пять штучек в рядке ну и получается значит 14 рядов вместо здесь хорошая правда не очень солнечная ну посмотрим а вот здесь краю еще один ряд 5 штук это были пихточки мы их вообще не видно мелкие ну и вчера посадил в другом месте 39 кедров сейчас я еще тут сверху положу какой-нибудь жердину чтобы сюда случайно кто-нибудь не забрел я специально вот выбрал поваленное дерево чтоб тут не ходили никто и нечаянно не наступили сейчас завалю ну так чтоб не ходили на чтоб солнце поступало а это вчера я посадил здесь 39 кедриков так вот немножко укрыл жердями сейчас сверху еще накинул что случайно никто тут не медведь не грибник не зашел не лось какой-нибудь ночью был заморозок вот вода чай замерз но я при этом спал прекрасно тут вот у меня потому что и спальничек и матрасик просто раз я еще принес и подушечки даже то есть ночь прошла комфортно я уже позавтракал сейчас вот еще кофейку попью и пойду то саженцы надо еще посадить сегодня поеду домой уже надо поспешать не торопясь вот тут у меня чаек так сейчас ручка там сгорит извините выключаюсь до связи снял я тент потому что следующий раз приеду уже только в ноябре и снегу у нас на урале запросто нападает и его конечно продавит порвет но я уже тут поскольку раз расширяю навес поэтому я уже подобрал себе другой новый тент буду покупать к весне но этот куда-нибудь приспособлю в другое место пока здесь ставим ну вот я уже собрался вот рюкзачок иду на автобус до встречи в ноябре не прощаюсь все всего доброго пока пока